Евангелие Иоанна, двадцатая глава Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». И Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Равуни, что значит учитель». И Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, «Мир вам». Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. И Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали Ему, «Мы видели Господа», но Он сказал им, «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу пальца Моего в раны от гвоздей, и не вложу руки Моей в ребра Его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики Его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай палец твой сюда, и посмотри руки Мои, подай руку твою и вложи в ребра Мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал Ему в ответ, «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит Ему, «Ты поверил, потому что увидел Меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус перед учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Субтитры подогнал «Симон»